Имя Сергея Есенина широко известно во всем мире. Лиричный музыкальный слог, яркие метафоры и любовь к родине, которые проникнуты строки поэта, заставляют трепетать сердца людей спустя столетия. В нашем городе его имя звучит по-особому. Здесь корни поэтического гения. Память о Сергее Александровиче хранят тысячи потомков и фиксируют памятные места, раскиданные по всему городу. Пять мемориальных досок украшают фасады зданий, стены которых видели поэта в годы его жизни. Среди них доска на Институте культуры, новинные монополии и здании ФСБ. Именем поэта Сергея Есенина в Рязанской области принято называть улицы, фестивали, конкурсы, здания. Земляки по полной используют славу певца родной земли. Всегда ли такие действия оправданы? Жалко, что все-таки Ряжскую улицу переименовали в улицу Есенина, потому что на ней Есенинского как раз ничего и нет. Это улица старого города с хорошим названием Ряжская. Когда мы говорим пройдем по Есенину или сейчас бывший кинотеатр «Октябрь», который стал крупным торгово-выставочным центром, такой маленький базарчик вокруг него и в нем, на Есениной тоже, мне кажется, не украшение. То есть много объектов, слишком много объектов, которые далеки от памяти Сергея Саныча. Не самым лучшим напоминанием о таланте Есенина, как считает краевед, являются продукты питания, названные именем поэта. Позорная доска. Почетная доска есть, посвященная Есенину, а позорная нет. Почему? Потому что сюда могли бы попасть пивнушки, мойки и прочие там непотребные вещи на улице Есенина. Сюда попал, наверное, миллион бутылок водки Сергея Есенина и наливки Есенинской Русь, которую выпускали два завода. Рязанский наш на улице Павлова и Касимовский. То есть это безобразие, конечно. Имя Есенина на наклейках, которые потом эти алкаши разбрасывали по помойкам, по улицам валялись эти этикетки с ликом Есенина. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Важной частью городской среды давно стали памятники Есенину. Один из них расположился в Верхнем городском саду. Бюст изначально был установлен в Константиново, но исследователи Есенина-Веды настояли на сохранении облика села в первозданном виде, без привнесения современных деталей. Поэтому памятник переехал в областной центр, где органично вписался в парк, выполненный во французском стиле. Единственной переменой в композиции стал постамент. Раньше он был необработанным, стилизованным под дикий камень. Теперь бюст возвышается на полированном граните. Другой визитной карточкой города стал памятник Есенину, расположенный на набережной в Кремле. Остров весь должен был выселяться. И в 20 раз мощнее, то есть огромный Есенин с такими руками распахнут, чтобы все, кто прогуливался по набережной Кремля, видели вот с высокой берега трубежа, видели вот эту композицию. Этот в 20 раз уменьшенный Есенин появился у Спаса на Иру. И ходит про него такая загадка. По мотивам старой русской загадки про морковку. Когда девица сидит в темнице, а коса на улице – это морковь. А по-рязански она звучит так – сидит парень в землице, а руки на улице. Что это такое? Есенин. Действительно, образ Есенина, как бы вырастающего с земли. Кстати, объяснимо легко. Университет имени Есенина, филармония имени Есенина. Еще раз напоминают о том, насколько значимо это самое имя на нашей земле, некогда взрастивший хулигана, с большой лирической душой.